Багрова после Чурасова Багрова было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенные в лощине между горами, с трех сторон окруженные тощей голой уремой, а с четвертой голую горою, заваленной сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских исп, Багрова произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство и начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими окнами, стояли как-то высоко и весело. Вокруг них и на улице снег казался мелок. Так все было уезжено и укатано. Господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком. Около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что каждому надо было выкопать проезд. Господский двор по своей обширности еще более смотрел какой-то пустыней. Сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, непохожими на прежних себя. Я сам не мог надевиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным. Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым, приветливым лаем. Две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью. Тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка еще больше. Из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что не ждала она, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николаевну, и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить. Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которым не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшие, чтобы каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери мы нашли целую половину дома холодную. Бог знает, из какой экономии бабушка, не ожидавшая нашего возвращения раннее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего. Мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через три дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах. Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободой, «Только после чурасовской жизни, вполне оцененной мною, я беспрестанно разговаривал и о том, и о другом со своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять, даже не пускались бегать к Пантелею Григорьевичу или Сергеевне. Но отец мой немедленно повидался своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукояново, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях в суде решить дело непременно в нашу пользу. Но Пантелей Григорьевич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мироволить тутошнему помещику, и что без правительствующего сената не обойдется. Что, когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. — Ну, будьте благонадежны, государь мой Алексей Степанович, сказал в заключении Пантелей Григорьевич. — Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение. Отец не мог поверить, что Лукояновский судья его обманывает, и сам, улыбаясь, говорил, «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальную точностью. Погода становилась мягче. Пришла масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху, но мне весело было смотреть на шумные веселья катающихся. Многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались. Громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальни. С нее я не боялся кататься вместе с моей подругой. Но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревней, куда нас не пускали. Эта масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие. Пелагея Орделеонна Рожнова с сыном Митенькой. Она сама была притолстая и не очень старая женщина. Сын же ее урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиной своего посещения. Пелагея Орделеонна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою Татьяну Степанну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степанну. Принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степанна вышла замуж. Прежде горячей всех желала этого бабушка, но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение. В назначенный день, часов в десять утра, все в доме было готово для приема гостей. Комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны. Деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены. А также и вся девичья. Тетушка разряжена в лучшее свое платье. Даже бабушку одели в шелковую шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которую она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик «Едут! Едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила. Отец, мать и тетка также отправились туда. А мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей и со всею девичей, заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтоб видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть. Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась. Потом подъехали необыкновенные величины розвольни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин, приданный Николай, а также Мазан и Танайчонок. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо. Когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опорометью в коридор и буфет, чтобы видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара. Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу. — Ах, это мавлюдка! Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец. После многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись до родства жениха, а Евсеич сказал, — Эк, буря, посытее будет мавлюдки! Повел нас в наши комнаты. Слова жених, невеста, сватанье и свадьба были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параши Евсеичу, — Как же тетенька выйдет замуж за рожного? Жена должна помогать мужу. Она такая сухонькая, а он такой толстый. Она его не поднимет, если он упадет. Параша смеялась, отвечала мне вопросом, — Да зачем же ему падать? Но у меня было готово неопровержимое доказательство. Я возразил, что сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать. Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их, всегда без матери, и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление. Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава Богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз жениха. Он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на свою тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который мухи не обидит. В то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха, борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне. Она прибавила с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если Бог даст ему судьбу, то не бесчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степану, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извинила его привычкой отдыхать после обеда, но, видя, что он того и гляди повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увольня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты, и дальнейшего формального сводовства не было.